МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. С сегодняшнего дня по периметру Карагандинской области установлены санитарные посты. В регионе усилили карантин. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в соседних областях. Сегодня исполнилось ровно 25 лет с момента создания Казахстанской службы гражданской защиты. За четверть века служба превратилась в мощную организацию, готовую в любое время прийти на помощь. Духовное согласие – путь к единству народа Казахстана. Участники Круглого стола отметили, что мир и согласие – залог стабильности и процветания всех отраслей государства. С сегодняшнего дня по периметру Карагандинской области установлены санитарные посты. В регионе усилили карантин. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в соседних областях. Санитарные посты вернулись на дороги Карагандинской области. Всего их восемь. По одному в Жасказгане, Приозерске, Улытауском, Нуринском, Бухаржирауском, Каркаралинском районах и два в Осокаровском районе. Состояние здоровья водителей и пассажиров будут проверять медики совместно с сотрудниками полиции. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование. Кроме того, возобновится санитарная обработка общественных мест. Ежедневно проводить уборку территорий детских и дворовых площадок с проведением дезинфекционной обработки всего оборудования, малых архитектурных форм и прилегающих к ним территорий дезинфицирующими средствами. Рекомендовать специально старше 55 лет ограничить передвижение. Руководителям государственных органов и организаций перевести 50% служащих на удаленный режим работы при штате более 30 сотрудников. С целью предотвращения завоза коронавирусной инфекции проводить работу туристическим фирмам по информированию лиц, выезжающих за рубеж, о профилактике вирусных инфекций. Предложено установить видеокамеры в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, сетевых магазинах, пунктах общественного питания для фиксации нарушений в режиме реального времени. В регионе волонтеры активизируют работу по оказанию помощи пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями. Усилен контроль над соблюдением масочного режима в общественных местах. Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, таких как банкетов, юбилеев, поминок, на проведение конференций, выставок, форумов, в том числе на дому, на работу развлекательных заведений, короки, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие, кинотеатры, за исключением кинотеатров на открытом воздухе, букмекерских контор. Во всех объектах необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима. Уважаемые жители области, вирус все еще остается опасным. Призываем вас не выходить из дома и на улицу без особой надобности. В первую очередь это касается лиц старше 65 лет, а также лиц, имеющие общие какие-то заболевания, состоящие на диспансерном учете. Не посещать места массового скопления людей, при нахождении в помещениях, на транспорте, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, помнить о личной ответственности перед окружающими и беречь своих близких. Вместе с тем в медицинских учреждениях области ведется активная подготовка к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 376 случаев заражения. Умерло 279 человек. В основном это люди старше 60 лет и имевшие хронические заболевания. Свыше 95% заболевших выздоровели. В стационарах продолжают лечение 160 больных с разной степенью поражения бронхолегочной системы. Ежедневно нами выявляется от 5 до 6 новых случаев коронавирусной инфекции. В общей сложности коечный фонд области, подготовленный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, у нас заполнен на сегодняшний день менее чем на 4%. Решением по поручению главы государства на сегодняшний день в 13 регионах Республики Казахстан, в том числе в Карагандинской области, ведется строительство 200-коечный модульный инфекционного госпиталя. Это строительство ведется в городе Жизказган. На следующей неделе строительство данного объекта будет завершено. Мы примем этот объект. Он построен по последнему слову медицинской техники. В соответствии со всеми современными требованиями санитарно-педагогическими, оснащен современным медицинским оборудованием. Продолжается оснащение больниц современной медицинской техникой. Приобретено 223 ИВЛ-аппарата, 2400 концентраторов кислорода, 2600 пульсоксиметров, 40 цифровых рентгенаппаратов. Устанавливаются централизованные системы подачи медицинских газов. Расширяется сеть ПЦР-лабораторий. Их мощности вырастут до 10 тысяч тестов в сутки. Для того, чтобы наиболее уязвимой при коронавирусной инфекции является старшая возрастная группа нашего населения. Это лица старше 65 лет. Для того, чтобы ограничить их контакт с общей средой, ограничить их посещение наших медицинских организаций, поликлиник, где высока вероятность их инфицирования. Сейчас приняты меры для того, чтобы до 1 ноября обеспечить наших пациентов старшей возрастной группы запасом лекарственных препаратов, амбулаторными лекарственными препаратами на три месяца вперед. То есть до 1 января. Это касается пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, такими заболеваниями, как сердечно-сосуистая недостаточность, сахарный диабет и так далее. Завершается вакцинация против гриппа и пневмококовой инфекции. По информации руководителя ведомства, бесплатные прививки получат порядка 200 тысяч человек. В ходе брифинга спикеры подчеркнули, что сегодня эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области остается стабильной, а карантин усиливают для того, чтобы не допустить новой вспышки заболевания. Сохранить нынешнюю ситуацию под силу и рядовым жителям. Достаточно лишь соблюдать дистанцию, носить защитные маски и чаще мыть руки. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Количество погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Европе достигло 250 тысяч. И количество заразившихся стремительно растет. Самые быстрые темпы зафиксированы в Швейцарии. Число подтвержденных случаев здесь выросло на 146%. В ответ правительство конфедерации ввело строгие ограничительные меры. В Швейцарии ношение масок стало обязательным во всех закрытых общественных местах. Запрещено собираться вместе без предупреждения группами больше 15 человек. В общественных местах, ресторанах и барах пить и есть можно будет только не покидая своего места. Банкеты в ресторанах запрещены. В Италии, где тоже новая волна COVID-19 резко пошла вверх, полиция провела спонтанные проверки в жилых кварталах, чтобы удостовериться, что люди соблюдают санитарные правила. Люди без масок и заведения, не обеспечивавшие социальное дистанцирование, были оштрафованы. Главам городов разрешили вводить комендантский час по своему усмотрению. В Праге прошла многотысячная демонстрация противников ограничительных мер. Значительную часть манифестантов составили агрессивно настроенные болельщики, вступившие в столкновение с полицией. Только за прошедшие сутки в Чехии было выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Казахстане на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2682 человека, среди которых 125 детей, 81 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – в крайней степени тяжести. За прошедшие сутки в республике зарегистрирован 51 случай заболевания, один случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 16 человек. В Карагандинской области цифры таковы. За воскресенье выявлено 9 новых случаев, выздоровело 6 человек. Сегодня исполнилось ровно 25 лет с момента создания Казахстанской службы гражданской защиты. За четверть века служба превратилась в мощную организацию, готовую в любое время прийти на помощь. В этот день 20 пожарных спасателей приняли присягу. За 25 лет спасательные подразделения Карагандинской области провели более 49 тысяч аварийно-спасательных работ. Спасли свыше 30 тысяч человек и эвакуировали из опасных зон свыше 43 тысяч пострадавших. За всем этим стоят люди, выбравшие одну из самых трудных и опасных профессий. К сожалению, в истории ДЧС есть и печальные факты. 11 сотрудников департамента отдали свои жизни, исполняя служебный долг. Каждое торжественное собрание в департаменте начинается с возложения цветов к мемориалу и минуты молчания. Главная задача спасателя – это защита и спасение населения от чрезвычайных ситуаций. Среди пожарных нет случайных людей, заявляют ветераны службы. Они уверены, что и эти 20 молодых сотрудников текст присяги произносят от сердца. Я пошел на работу в органы гражданской защиты по стопам отца. У меня отец работал в гражданской обороне. Ушел на пенсию майором. После этого с детства я хотел стать пожарным. Юбилей службы «Карагандинский гарнизон» встречает большими достижениями. Это увеличенный парк современной пожарной и спасательной техники и увеличение количества пожарных депо и водноспасательных станций. Но главное достижение на сегодня – это снижение количества пожаров. С начала года у нас наблюдается снижение количества пожаров. За аналогичный период с прошлым годом. Это в процентном соотношении порядка 20%. Также идет снижение у нас наблюдается по травмированным, погибшим людям. «Карагандинский гарнизон» является самым крупным в Казахстане. С защитой населения и территории области обеспечивают 36 пожарных и 7 спасательных подразделений, 19 пожарных подразделений Орд Сандруше. Всего в постоянной готовности находится более 4000 человек личного состава. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, 1-й «Карагандинский». Духовное согласие – путь к единству народа Казахстана. Такой была повестка дня за круглым столом в городском Акимате. Участники отмечают, что мир и согласие – залог стабильности и процветания всех отраслей государства. Заседание стартовало с позитивной ноты. Благотворительный фонд «Харикет» исполнил мечту многодетной семьи. Кужик Сылыка Кудасе – 10 детей, старшему 28, а младшему всего 6 лет. В очереди на жилье стояли с 2013 года. И вот долгожданные и так необходимые ключи от собственного дома в руках у главы семейства. За несколько лет фонд помог жильем более чем 300 карагандинским семьям. Организаторы призывают всех нуждающихся не терять надежды. С помощью отзывчивых горожан удалось найти выход из самых сложных ситуаций. В преддверии Дня духовного согласия за одним столом собрались депутаты городского маслехата, члены общественного совета и представители религиозных объединений. О духовном согласии в нашей стране можно говорить много. Тоже сегодняшний наш круглый стол говорит о том, что разные конфетки, представители разных атмосфер. Мы сидим за одним круглым столом и уже многие годы проводим, у нас такой выработал общественный диалог, совместно решаем проблемные вопросы, совместно опускаем. И главное, наше залог обсуждения того, чтобы мир и согласие. Собравшиеся отмечают, что мир и согласие в стране – двигатель экономики, залог процветания и стабильности всех сфер деятельности. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около 90% представителей бизнес-сообщества не владеют государственным языком. 18 октября в разных регионах страны прошли митинги на тему языковой политики. Карагандинские активисты пошли другим путем и представили свои проекты с вариантами решения проблемы. Начать менять языковую систему предлагают с городского порога. На крыше многоэтажки рядом с привокзальной площадью установлена знаменитая цитата. «Караганде – образцовый порядок, высокую культуру». Ежедневно она приковывает взгляды тысячи горожан. Активисты считают, что пришла пора изменить фразу. «Мы думаем, что это неправильно. Пришло время изменить надпись. Предлагаем разместить там одну из цитат Алихана Букиханова. Эти слова будут большим уроком для подрастающего поколения. Думаю, наши общественные деятели и Акимат поддержат эту инициативу». Один из самых важных механизмов, позволяющих распространить государственный язык – его изучение с детского сада. В детском возрасте языки усваиваются проще всего, поэтому это будет полезным вложением. Пример горожанам должны подавать первые руководящие лица. «Нужно, чтобы собрания и все мероприятия на 65-70% проходили на государственном языке. Также важно, чтобы на госслужбу принимали только кандидатов, владеющих казахским. Так сказал и президент страны. Руководитель, не владеющий государственным языком – это прошлое. Сейчас такого быть не должно». Свои предложения общественные деятели направляют в местные исполнительные органы и распространяют в социальных сетях, а также планируют рассказать о них главе государства. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области стартовал сезон ежегодных сельскохозяйственных ярмарок «Ауэлбереке». Свою продукцию представили производители восьми сельских районов, а также перерабатывающие предприятия. Для потребителей это выгодно, но есть и проблема – массовое нарушение санитарных норм. Прилавки ломятся от изобилия, а от покупателей нет отбоя до самого вечера. Для карагандинцев ярмарки – самый выгодный вариант. Все продукты здесь на 10-15% дешевле, чем в привычных торговых точках. Не упускают шанса быстро реализовать товары фермеры. Анара Курманова из Жанаркинского района приезжает сюда уже не в первый раз. В каждую субботу Акимат нам предлагает, чтобы людям было доступно и по продукции домашней, и по цене, чтобы было ниже рыночных и по качеству нашего товара. Так что, какое есть с Акимата предложение, мы никогда назад не уступаем. Привезли мы много кое-что – наши кумызы, сметанку, масло. Доступно людям, люди рады, что из сельского села привозят такие доступные натуральные продукции. Сейчас такой эпидемии, надо все в натуральном виде. Всего за выходные дни реализовано более 845 тонн продукции. Все виды мяса и колбасных изделий – рыба, яйца, молочная продукция, картофель и другие овощи. В период пандемии экологически чистые фермерские товары стали особенно популярны среди населения. Люди уверены, что здоровая пища поможет повысить иммунитет. Но вот соблюдать масочный режим и дистанцироваться в погоне за скидкой карагандинцам оказалось сложно. По моему замечанию, где-то 90% носят маски, остальные 10% либо забывают маски, либо же забывают одеть. Ну, человеческий фактор, так скажем. А так в основном соблюдается. Призывают носить маски на ярмарке карагандинские волонтеры. За предпринимателями следят члены мобильной группы. Как показал очередной рейд, многие фермеры недобросовестно подходят к вопросу санитарных норм. Например, здесь продавец неправильно носил маску и держал продукцию на прилавке в открытом виде. Она сейчас прикрыла всю продукцию. Видите, как она прикрыла? Открыто фасовала, а его нельзя. И не курсит, а там махалка, а шпаник ходит пробовать. Понимаете, как? Вы должны фасовать. А можете отойти здесь же? А почему вы снимаете? Вы кто такие? Вы кто снимаете? Я хозяева ИП. Смотрите, хорошо. При этом реагировать на замечания представителей власти предприниматели отказались. Вот сейчас не можем составить, фуировали материал, не можем собрать материал, потому что индивидуальные предприниматели, реализаторы своих данных не дают, отказываются. И полицейские тоже ничего делать не можем, потому что люди, жители тоже с нами ругаются. Составить материал просто стоим у одного реализатора часами. За нарушение санитарных требований данному индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 230 МРП. В целом в районе имени Козыбек-Би действует шесть мобильных групп. С июля рейды прошли в 2645 объектах бизнеса. Зафиксировано 198 нарушений. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Молодое поколение и ветераны сошлись в шахматном поединке. На базе карагандинского филиала военно-технической школы Министерства обороны состоялся шахматный турнир, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие открыли почетные гости. Председатель районного совета ветеранов Марат Аймагомбетов и ветеран Великой Отечественной войны Николай Расказимов. Воспитанники школы сошлись в соревновании между собой. Одному из них, курсанту Макзуту Олжасу, посчастливилось сыграть шахматную партию с ветераном войны. Не привыкший отступать, 94-летний Николай Расказимов одержал победу над юношей, завершив игру со словами «Шах и мат вам, молодой человек». Спасибо сказать всем, организаторам, и кто такой. Дай Бог всем заниматься спортом таким. Кто какой любит спорт, тот таким должен заниматься. Мне сегодня посчастливилось сыграть шахматную партию с ветераном Великой Отечественной войны Расказимов Николаем Григорьевичем. Был сильно удивлен, что человек, находясь в соль пожилом возрасте, очень провел хорошую игру, поставил мне мат. Хотел бы пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы всегда они также подавали пример. Спасибо вам. Спасибо всем участникам и организаторам. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 4206-49. Берегите себя, носите маски и сохраняйте дистанцию. Ну а мы будем и дальше держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин